Теперь в нашем подкасте, посвященном здоровью, сегодня мы будем говорить о аутоиммунных, сегодня мы будем говорить о гипотириозах, гипертириозах, откуда вообще берутся проблемы с щитовидкой, какие витамины, минералы вы можете уже сегодня начать принимать для того, чтобы улучшить состояние щитовидки, для того, чтобы слезть с гормонов, как это правильно делать, для того, чтобы никогда на них не залезть, я тоже вам расскажу, как понижать антитела, как вернуть ваш метаболизм в норму. Ребята, огромнейшая, важнейшая, суперподробная инструкция по пользованию вашей щитовидкой, так как вы ее нигде больше не получите, сегодня у нас в эфире, поэтому обязательно пальцем наверх поддерживайте, обязательно комментируйте хотя бы текстом. Алексей, спасибо за полезное видео, потому что вся информация, которая сегодня к вам приходит, ребята, приходит к вам из нашего курса, который имеет лицензию Минздрава Чешской Республики, называется ПГ-марафон, мы уже 8 лет, даже больше работаем, диагностируем, помогаем, спасаем жизни людям по всей планете разбросанным, и вопрос щитовидки безумно распространен, безумно частый, и люди приходят абсолютно с разными историями, мужчины, женщины, беременные, после беременности, в подростковом возрасте, в зрелом возрасте, абсолютно огромное количество кейсов. Я сейчас постараюсь для вас по полочкам все разложить, все, что касается щитовидки, чтобы вам было понятно в одном месте, в одном ролике, собранная вся информация, чтобы у вас не было истории, где вы лазите по страницам, так сказать, бездонного гугла, и вы не понимаете вообще, за что хвататься, у вас каша в голове, максимально просто, понятно, все в одном месте, основанное на практике по щитовидке. Поддержали пальцем, подписались, и, ребята, поехали. Значит, для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Алексей Ворон, я автор, ведущий диетологами, очень много лет практики в этом курсе, который называется ПГ-марафон, и он имеет лицензию Международской Республики. Я, работая как дипломированный специалист уже очень много лет в Праге, здесь, 15 лет работая отсюда, из Чехии, дистанционно онлайн, собрал гигантский, скажем, такой портфолио кейсов, связанных с щитовидкой. И мы с вами начинаем с вообще понимания того, как работает щитовидная железа. Значит, если вы напишите, как работает щитовидная железа, у вас будет много информации, как бы такой конфликтующей, вам будет непонятно. Моя задача максимально на пальцах вам объяснить, как педагогу, главная моя задача разъяснить. Смотрите, если мы с вами смотрим, как правильно работает щитовидка. Щитовидка выделяет в кровь гормоны Т3, Т4, значит, влияют на скорость обмена веществ, и дальше, значит, синтез витаминов. Вот смотрите, уже не совсем корректная информация, так как сама по себе щитовидка, вот это вы должны запомнить раз и навсегда, ребята. Сама по себе щитовидная железа не является центром выработки Т3, Т4. Щитовидка – это орган промежуточный и не финальной конверсии. То есть щитовидка ваша вот здесь супер важна. Смотрите, гипоталамус – это факт, управляет вашей щитовидкой. Это главный такой, знаете, командный центр, командный центр, который так отправляет. Нам нужно больше гормонов щитовидки. Что ваш гипоталамус или часть в мозге вместе с гипофизом делают? Они стимулируют щитовидную железу таким гормоном, который называется ТТГ. ТТГ в рамках анализов крови, мы его регулярно сдаем, и в моей практике я его постоянно стараюсь контролировать. Управляющий ТТГ, где он находится? Вот вам, пожалуйста, этот базовый комплекс анализов, который мы пытаемся всегда контролировать у наших марафонцев. Т3, Т4, общие и свободные, ТТГ, антитела, вот они здесь. И вот ТТГ – это управляющий гормон щитовидной железой, который на уровне гипофиз-гипоталамус вырабатывают. И дальше щитовидная железа стимулируется. То есть представьте себе историю с вашим ТТГ, как, значит, вот так вот, повозка с лошадью. Вот что вы видите вот на этой картинке, да? Вот когда у нас с вами, да, повозка с лошадью, например, я вам должен показать это. Вот у вас тут какой-нибудь кучер, да, повозка с лошадью. Значит, смотрите, щитовидка ваша – это вот ваша лошадь, которая тянет, выполняет рабочую функцию. Гипофиз-гипоталамус – это ваш кучер, который сидит в этой колеснице. А ваш ТТГ – это вот это. Что вы видите в руках у него? Вы видите в руках у него вот этот кнут, плет, палочка. Вы видите, да, вот то, чем он хлещет эту лошадь. Но поехали. И он по заднице едал, и она такая – опа, надо бежать, сзади больно. Вот это вот, да, управляющая стимуляция от гипофизы-гипоталамуса в виде ТТГ-гормона, который мы видим вот здесь с вами, вот он, ТТГ, это вот эта плетка, кнут вот этот, которым гипофиз-гипоталамус стимулирует щитовидку, но больше Т4, больше Т4. Вот это то, как это работает. Значит, он ей говорит больше, да, смотрите, гипоталамус-гипофиз, вырабатываем ТТГ, но щитовидку стимулируем, щитовидка, в свою очередь, вырабатывает Т4. Т4 – это очень важно. Протеин Т4, который у вас должен дальше быть лишен одной молекулы, превращен в Т3, и вот здесь все сыпется, вот здесь все сыпется. Он не просто вырабатывает Т4 и Т3. Т3 вырабатывается, или же strip down the molecule, да, то есть снимается вот одна единица с Т4 до Т3, и Т4 – неактивный гормон щитовидной железы. Он производится щитовидной железой, но он неактивный. Он становится активным и начинает активно принимать участие, деятельность в обмене вашего веществ и в работе вашего организма только тогда, когда ты его превратишь в Т3. И Т3 он превращается не в щитовидки. В Т3 на 80% он превращается в печени. 80% конверсии проходит в печени. Если у вас, соответственно, поврежденная печень, то вы будете иметь ухудшенную конверсию Т3. И на 20% почки, и 20% почки. Если у вас, соответственно, преддиабет-диабет, почки под большими вопросами, и конверсия, значит, Т3 не будет реализована в достатке. И вот это зачаток, это на чешском, зачаток, это начало. Это начало, это фундаментальное недопонимание гипотиреоза. Гипотиреоз. Когда Т3 мало в анализах, и ТТГ много в анализах. Это говорит о том, что ваш гипофиз, гипоталамус, говорят, ребята, мало Т3. Метаболизм затормаживается. Процессы тормозятся. Больше Т3. И у организма единственный есть формат, как получить больше Т3, больше ТТГ. И он этой плеткой хлещет этих лошадей ваших, понимаете? То есть он этим ТТГ стимулирует эту вашу щитовидку, чтобы одна бедняга выработала больше Т4, и чтобы было в соответствии больше Т3. Но у вашего организма нет четкого понимания, что может быть проблема в медиаторе, который конвертирует это Т4 в виде почек и в виде печени, которая суперчасто. И получается, конверсия плохая Т4 в Т3, а ТТГ до черта. И мы имеем с вами классический гипотиреоз. Когда ТТГ много, а Т3 мало. И в этом случае классическая рекомендация от врача-эндокринолога избегать йода, избегать любых минералов, которые стимулируют щитовидку. Ну что же у вас и так много ТТГ. И вот здесь сыплется все у людей, непонимание вообще тотальное по кругу происходящего. Вам не то, что нужно больше йода, понимаете? Вам нужно улучшить конверсию главного органа печени, чтобы она могла образовывать этот Т3 из Т4, а она этого не делает. И вам это ваш врач не объясняет, потому что это слишком глубоко запутанно и сложно. И проблема в этом, проблема в этом, это называется, ребята, даже не схема, а протокол. Проблема в этом протоколе лечения. Что вы приходите, вы жалуетесь на классику, да? Симптомы гипотириоза. Вы пришли к вашему врачу, ну потому что, ну как самое частое, что я слышу. Алексей, как мои анализы? Пора бежать к врачу? Ну, как будто вы туда куда-то бежите, и вы там получаете помощь. Но вы приходите, да? И вы, значит, что вы делаете? Симптомы гипотириоза. Увеличение веса. Устончение волоса. Значит, нарушение памяти. Слабость и усталость. Бледная кожа. Сонливость. Депрессия, хронические постоянно и храп. И вам нужно спать 12 часов. Вы чувствуете себя очень усталыми постоянно. Щитовидка – это же главный... Low battery. Щитовидка – это же главный инструмент по обеспечению обмена веществ. Если у вас постоянно батарейка на нулях, если вы постоянно чувствуете себя усталыми, если вам нужно хлистать кофе, как бешеной собаке, чтобы хоть как-то чувствовать себя немного лучше, то вы в первую очередь не кофе обращаетесь, а к щитовидке – вот это тонкие волосы, необходимость спать, бледность, лезут волосы. Вот это вот состояние, как будто ты просто просыпаешься, у тебя должно быть 100% заряда батарейки, а у тебя его, извините, 15%. Вот это классический гипотиреоз. Когда разматываем обратно, на минуточку. Значит, классический гипотиреоз – это ситуация, в которой у тебя мало Т3 из-за плохой конверсии, его из Т4, которого достаточно много, уже много ТТГ, и это плохая конверсия в гипотозной печени и в отстающих почках, так как у вас, скорее всего, преддиабет или какая-то история, которую вы даже не понимаете. Вы идете к вашему замечательному врачу, вы ему рассказываете о симптомах своих, он вам говорит, голубчик, у вас гипотиреоз, и вам, да, прописывает классику лекарство при гипотиреозе. Значит, тироксин – мой лучший друг. Что вы получаете, когда вы берете ваш тироксин? Значит, L-тироксин, пожалуйста. Для чего нужен L-тироксин? L-тироксин используется не только для лечения гипотиреоза, но и для лечения узлового зоба. Сейчас об этом еще будет иначе. Диффузное увеличение щитовидной железы. В некоторых случаях лечения, значит, утром после приема тироксина нужно ограничить прием молока, препаратов, соек. Значит, тироксин – это, ребята, супрессивная, заменительная терапия при раке щитовидки. Тироксин, кстати, тоже действует. Сколько нужно, когда, какая, кому нельзя тироксин, что произойдет, если человек будет принимать тироксин. Значит, смотрите, тироксин – это гормонозаместительная терапия. Вот у меня сейчас, для чего, что такое? Что такое? Мне интересно, просто они где-то напишут, да? Also known, tiroxin is a synthetic form of thyroid hormone. Вот на английском я нашел, да? Синтетическая форма гормона щитовидной железы, который вам прописывают, когда у вас мало Т3. Нет ли у вас, как бы, вопроса, да? Какого черта меня садят на тироксин? Когда ваша щитовидка могла бы работать, так? И никто толком мне не объясняет, как это вообще вся схема происходит. Да потому что они сами не понимают. Схема и протокол лечения гипотириоза не подразумевает образование вас, как пациента, на предмет, почему низкий Т3. Если вы зададите врачу, он вам начнет какую-то дурь, или расскажет, вы не поймете, или там, зачем вам оно нужно, или еще какая-то история. Вот схема, ребята. Т3 конвертируется плохо из Т4, ТТГ много, классические симптомы гипотириоза, из-за того, что плохая конверсия в жировой гипотозной печени. И адресовать нужно печень, адресовать нужно почки, потому что когда вы садитесь на гипотириозе, который у вас однозначно есть, на однозначно с вот этими симптомами, да, ломкость, анемия, отсутствие энергии, сил, много на сон, вы садитесь на тироксин, вам станет моментально легче. Вы садите на полтинничек тироксина. А через годик вас перейдут на 75 единиц тироксина, а потом 100, 125, 150, 200. А дальше что? Мало того, тироксин еще ухудшит, скорее всего, ваши когнитивные способности, вы будете как валенок просто себя вести в плане на работе, да? У меня много примеров случаев ребят, которые работали на достаточно требовательных когнитив, на нагруженных специальностях, которых либо сократили, либо уволили к чертовой матери из-за развития гипотириоза и некорректного лечения вместе с этим. Потому что ни один врач толком вам не объясняет, что нужно размотать проблему конверсии плохой Т3 из Т4, воздействуя и корректируя печенку вашу. Понимаете, какая штука? Этого никто не делает. Потому что это нафиг никому не нужно. Вас проще посадить на гормон и досвидос. Все. А слезть с него больно, сложно, долго, и ни один врач не скажет, что вам нельзя сходить с гормона. Нельзя. Значит, что нужно делать? В первую очередь нужно понять, почему жировая печень. У меня есть суперподробные ролики на этот предмет, и я вас очень прошу обязательно посмотреть недавнее видео герои, которое посмотрело огромное количество людей. Напишите Алексей Ворон, сало, яйца, масло понижают плохой холестерин. В двух словах. Вам нужно вывести жировой гепатоз из вашей печени. Вам нужно улучшить, усилить, очистить вашу печенку от жирового гепатоза и воздействовать на внутренние органы и снаружи, внутрь. Значит, какие травы берутся? Травы берутся расторопшая пятнистая, утром полграмма по будням со стаканом воды. Ваша задача выйти на рацион питания, где у вас мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, то есть мясо, салаты, еда после 12 в лучшем случае. Значит, в 12, в 4 и в 8 вы съедаете салат мяса или какой-то формат кетодесерта, если вам хочется что-то сладкое, вам не нужно ограничить, вам нужно ограничить категорически алкоголь, вам нужно категорически ограничить сладости, выше гликемии, которая имеет чем 25-35 единиц, и тогда в калорийном дефиците ваша печень будет очищаться. То есть это быстро, бегло, в двух словах. Еще раз, супер подробно по поводу печени, вот этот видеоматериал, вы смотрите сало, мясо, яйца, яйца и масло понизят плохой холестерин, оно было недавно, ради всего святого вы его смотрите, чтобы понять, как работает ваша печень и как продукты с высокой гликемией уничтожают ее вашими неправильно принятыми решениями. Ради всего святого это очень важно, вам нужна чистая печень. Также это автоматически приведет вас к чистым почкам, где 20 остальных процентов конверсии вашего Т3 проходит. И вы пьете 2 литра воды, вы едите после 12, вы едите мясо, салат, все, до базы, остальное здесь. Вы улучшаете эту конверсию, и, что самое важное, пока вы будете с этим бороться, то есть нужно минимум 90 дней, а если вы уже на тероксине, то есть вы продолжаете его пить, так как вы его пили, вы его не бросаете моментально. И каждый месяц вы можете, если у вас там 125 единиц тероксина, вы каждый месяц можете уменьшать тероксин на 25 единиц. Каждый месяц работы над вашей печенью, над понижением веса, над улучшением конверсии. И дополнительно, вместе с этим, вы обязательно берете добавки такие, как, внимательно, морские водоросли, как источник йода. Значит, Sea Kelp Supplement. Вы берете, я рекомендую, одну. Я беру регулярно вот этого производителя, но вы можете выбрать любых. Sea Kelp, морские водоросли, как источник йода. Одной будет достаточно, там будет где-то 200-225 MCG. Значит, вот смотрите, доктор Бирк предлагает нам купить тоже свой сапплемент. Все равно, от кого вы будете покупать. Одну таблетку морских водорослей вы берете. Одну таблетку вы берете селена. Значит, селен обычно по 100 он идет. И я рекомендую его брать по 100. Вот здесь вот я сейчас открою 200, но это и релевантно. Вы берете по 100, и будет вам прекрасно. Больше 100 особого смысла нет. 200 йод, 100 селен, и вы берете ваш цинк. Значит, цинк, йод и селен помогают вам улучшить конверсию печеночно и почечно, и ускорят отход и потребность в вашем организме в тироксине. То есть, если вы берете понедельник, среда, пятница, или хотя бы понедельник, пятница, 50 цинк, 100 селен, и вот этот вот йод из морских водорослей, который вы, все это с едой вы берете, вы ускорите процессы потребности и зависимости вашего организма от приходящего извне тироксина, и еще раз, если у вас тироксин 50, то через месяц вы перейдете на 25, полтаблетки. Если у вас 50, или, допустим, 150, то по 25 единиц вы каждый месяц можете отпускать, но только продолжая, а скорее всего у вас улучшен вес, лишний вес, продолжая находиться в калорийном дефиците и продолжая очистить печень. Это очень важная переменная. Вы не бросаете его с бухты-барахты, потому что у вас на нем зависимость. То есть изначально вас посадили на тироксин из области доктора, у меня заноза, доктор говорит, давайте мы вашу руку замотаем за спиной, а вам протез повесим. И вы привыкли пользоваться протезом. И теперь ваша задача максимально, максимально уменьшать пользование протезом и максимально восстанавливать функцию своей руки. То есть не жаль, что у вас руки нет, если бы у вас была отнята щитовидка, то да, тогда руки нет, только протезом, тогда только мы будем на тироксине пожизненно. Но и то можно его заменить, если у нас было из-за токсического зоба или рака удалена щитовидка. Даже если у вас половина щитовидки, у вас есть шанс восстановить ее функцию полностью. Через чистку печени, через вот эти добавки и, конечно же, не забываем о витамине D. Витамин D категорически важен в любых ситуациях со щитовидкой. Минимум по 8 тысяч, 2-3 раза в неделю, если у вас дикие дефициты, то и по 10 тысяч можно в месяц брать даже каждый день, если у вас там витамин D на отметке 20, 15, 18, он должен быть на отметке 80+, минимум. Итак, подводим черту. Гипотиреоз, вы поняли, плохая конверсия из-за того, что печень, вы поняли, нужно очистить эту печень, нужно брать йодселенцинк D3, вам нужно постепенно унижать, понижать, простите, в зависимости от тироксина. Если вам еще не посадили на тироксин, то и ни в коем случае, ни в коем случае его не берите, так как вы будете мучиться. Если вы беременная, если вы кормящая, эстрадиол или у вас много лишнего веса, будет разрушать конверсию вашей щитовидки, поэтому вот йодселенцинк D3 хотя бы 2 раза в неделю вы их берете и чистите печень. Если вы беременная, вы не находитесь в калорийном дефиците, но вы контролируете, что вы едите, и вы понимаете, что на строительство плода и на выкармливание потребуется хорошая щитовидка, поэтому йодселенцинк D3 гипотириоз. Гипотириоз, ребята, это суперчастая история, в которой у вас вот изначально, да, T3 на фоне гипотириоза у вас просто очень много. И в этом случае, когда у вас T3 очень много, вам нельзя брать дополнительно йод. Вот это вот тот случай, в котором люди не понимают ни черта, как это все работает. Значит, гипотириоз, когда мало T3 и много ТТГ, а гипотириоз, это когда у вас до черта, простите, Т3 и очень мало ТТГ. Это естественная функция в вашем организме, которая должна быть задействована. То есть, тело видит у нас много Т3, значит, ТТГ должно занизить, и в этом случае йод вам не нужен. И классические симптомы, которые мы чувствуем при гипотириозе, гипотириозе. Сейчас мы разберем гипотириоза. Значит, симптомы гипотириоза. Разбираемся. Значит, быстрая утомляемость, подавленная бессонница, повышенная температура тела, самый частый, нервозность, раздражительность, выпучение глаз, припухлость на передней поверхности шеи. Здесь у тебя начинает вот это увеличиваться щитовидка, потому что ее слишком сильно стимулирует Т3. И ТТГ ее стимулировал до этого, сейчас Т3 мало. Господи, много. Учащенное сердцебиение, плохой сон. То есть, грубо говоря, у вас состояние такое, как будто вы выпили 10 чашек кофе подряд. То есть, вот это все колотится, давление высокое, пульс, опять же, бледность, невозможность сконцентрироваться, и вот ты вот как вот этот кролик, которого телепает просто. Нервозность, раздражительность, ты не можешь сконцентрироваться на чем-то. То есть, у меня неоднократно были дети на консультациях с родителями, которые проходили прогеморфон, которым выписывают врачи-педиатры школьные препараты типа Адерола, которые должны концентрацию внимания твоего повышать. А когда у них просто был гипертиреоз, вы понимаете? Гипертиреоз, который нужно было вылечить, чтобы не... А им прописывают вот эту вот историю. Ну, то есть, тотальная дичь и некорректная вообще скотская история. То есть, при гипертиреозах вы, естественно, не берете йод, вы при гипертиреозах берете следующие добавки. Значит, первая из них называется ашваганда, а вторая из них называется шалфей. Значит, ашваганды вы берете полграмма, обычнейшая юридическая трава, очень хорошо работающая. Дальше вы берете сейдж с шалфей. Сейдж, значит, шалфей, который вы принимаете тоже в районе полграмма. Вы берете и ашваганну, и шалфей несколько раз в неделю, три хотя бы, с едой. Что вы можете дать? Вы можете давать цинк, и вы можете давать селен, без проблем. Но йод не брать. Значит, ашваганда, шалфей, селен, цинк улучшают работу щитовидной железы, и стабилизация идет Т3. Естественно, в этом случае нужна печень, нормальная, и снова, конечно же, почки нужны нормальные, и при гипертиреозах очень важно не нарваться на прием успокаивающих препаратов, или препаратов, которые помогают концентрировать внимание, или антидепрессанты, потому что вы будете постоянно на нервах, на психах, вы будете на взводе. Теперь, ребята, самое очень важное и недопонятое, просто, наверное, на максимум, это аутоиммунные, и суперчасто это щитовидные, аутоиммунные, грейвс, хашимото, и антитела. Когда мы говорим о антителах, мы с вами поднимаем вот эти вот ТТГ, АТТГ, и АТТПО. Вот эти вот антитела я очень часто вижу в исследованиях, которые присылают в тысячах измеряющиеся. Значит, самое важное, что вы понимали, откуда берутся антитела к щитовидной железе, и суммарно вообще, в принципе, откуда берутся аутоиммунные заболевания у человека, потому что они, ну, не изучены, как нам обычно стандартно говорят, антитела у нас не, там, или генетический, или инвайронент какой-то, то есть, мы не знаем, откуда они произошли, но мы понаблюдаем. Значит, ребята, мы ничего не понаблюдаем, мы берем ситуацию в свои руки. Значит, что вам нужно для того, чтобы не было антител высоких? Вам нельзя запускать, как вот в этом случае, видите, молодой человек, значит, инсулина очень много. Вот это очень много инсулина, если так будет продолжаться пару лет еще, и вот здесь, видите, поджелудочная тоже в шорохе передает большой привет, вот если это много инсулина приведет нас в иммунную систему, приводит в состояние возбуждения и гиперстимуляции. Это постоянно воспалительный процесс, и мы его видим, он начинается в организме человека, значит, вот здесь, вот здесь, вот-вот-вот-вот-вот, начинает соя потихонечку идти, скорость заседания эритроцитов, потихонечку наверх, 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 лейкоциты перевозка. И потом, со временем, мы видим, как увеличивается вот этот вот антитела щитовидные, мы видим, как вот эти цифры начинают расти, и ключ главный к пониманию, если вы сможете справиться с метаболическим синдромом, то вы сможете размотать в обратном направлении вашу аутоиммунку. Значит, если вы сможете справиться с метаболическим синдромом, то тогда вы сможете размотать вашу историю с вашей щитовидкой в обратном направлении. Еще раз, с метаболическим синдромом, я сейчас не буду супер глубоко, я вам сейчас дам ссылку сразу, куда вам нужно смотреть, и что вам нужно делать. Это одно из моих тоже видео героев, которые посмотрели, а ну-ка, сейчас мы с вами откроем, сколько людей, 224 тысячи человек посмотрели этот ролик. Пожалуйста, Алексей Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резидентность и метаболический синдром? То есть, чем ниже ваш инсулин, и вы привели инсулин в норму, и он у вас в норме считается, все, что середина ниже референса, все, что ниже, чем середина референса, это золото для вашего, для вашей иммунной системы. Ниже середины референса, ближе к нижнему референцу инсулин, это крайне важно, ближе к нижнему референцу ваш инсулин уже не будет стимулировать вашу иммунную систему на выработку антител к своим же тканям, антитела к своим же тканям могут быть как щитовидные, также это может быть витилиго, также это может быть например, аутоиммунка кишечника, синдром раздраженного или дырявого кишечника, очень распространенная история. И дальше все начинает сыпаться очень сильно. Пожалуйста, прошу вас, ребята, ради всего святого вашего будущего и вашего здоровья. Чтобы не пришлось удалять вам щитовидку, вам нужно понизить антитела, а понизить антитела вы можете только навсегда, закрепив корректную еду, время еды и пониженный инсулин или нормальный инсулин в вашем организме как привычку. И тогда не быстро, то есть антитела обычно в два раза опускаются за год. То есть, если ты приводишь инсулин в норму, а это делается достаточно быстро в течение месяца, то антитела, вот пришли ко мне, ребята, в ПГ-марафон, у них 4000 антител. Через год вернулись 2000, через год вернулись 1000, через год вернулись полтыщи. А врач-вечащи даже не подразумевает, что это возможно сделать. И они когда смотрят потом, да, анализы, да, на годичном, ежегодном осмотре классическом, и они типа, откуда, как такое возможно? Они даже не понимают их протокол, не подразумевают. У них только одно решение тероксин и до свидания. ЗОП понаблюдаем на операцию по удалению, потому что опасно раком. Дичь полная, понимаете? То есть, взяв под контроль аутоиммунное через контроль инсулина, через контроль еды, и когда у тебя высокие антитела, ашваганда, шалфей не нужны. Селенный цинк можно пару раз в неделю. Йод, если у тебя гипотириоз, тоже можно. Аутоиммунка часто сопровождается с гипотириозом. Один-два раза в неделю можно. Если у вас аутоиммунка плюс низкий Т3, плюс у вас, значит, гормон, который вы там, тероксин, вы поступаете, как из первой схемы. Если у вас гипотириоз, вы поступаете, соответственно, все, что нужно для того, чтобы тащить, точить в ноль эту аутоиммунку с понижением инсулина, и, соответственно, рекомендации с гипотириозом моего отдела и секции. Значит, ребята, вот это три основных как бы косяка. Если вы будете долгое время с высоким ТТГ, то у вас начинает увеличиваться щитовидная железа. И высокий ТТГ начинает потихоньку, понемножечку стимулировать эту щитовидку, она увеличивается, становится больше, пальпируемой, начинает одна доля увеличиваться. Часто мы это воспринимаем как сигнал к удалению хотя бы доли одной, потому что это опасно раком, и у вас ее отнимут. И дальше вы будете типа, о боже, о боже, рак, рак, щитовидки, это крайне опасно. И да, это опасно, это дальше грозит там токсическим зубом и смертью. То есть, чтобы этого не было, удаляется щитовидка, и мы пожизненно на гармоне. Вы можете эту ситуацию остановить, если вы сейчас начнете корректно этот вопрос адресовать. Нормальное количество ТТГ не даст вам стимуляцию и увеличение щитовидки. Если даже у вас увеличена щитовидка, но она не терминально увеличена, то есть шанс при помощи аутофагии этот вопрос решить. И мы видим, как этот вопрос решается. Если нет ургентного необходимости вмешательства на предмет вашей щитовидки, то используйте обязательно, если у вас увеличено, если у вас узлы, если у вас зоб, если у вас есть время еще, а у вас, я надеюсь, есть еще время, вы используйте вот из этого ролика мои рекомендации. Алексей Ворон, как работает интервальное или периодическое голодание. Здесь я рассказываю о таком процессе, он называется аутофагия, который поможет вам избавиться от ненезаменимых клеточных структур. Это очень важный ролик, материал, который я очень хочу, чтобы у вас был. Пожалуйста, посмотрите, сохраните свое здоровье, сохраните свою щитовидку. Если только у вас нет терминального воспалительного процесса с увеличением и опасностью для жизни в кратчайшие сроки, у вас есть ургентная необходимость к удалению щитовидки. Если у вас еще есть время, вы обязательно используйте аутофагию для того, чтобы вернуть щитовидку в норму, ребята. Это основа по щитовидке. Это то, как я работаю с тысячами кейсов с этой щитовидкой за все эти годы и это помогает всем и каждому. Но, как всегда, все это не медикаментозное решение. Если у вас уже есть гормоны, вы плавно с них сходите. Если у вас антитела, вы плавно будете их понижать. Если у вас зоб, вы медленно будете сходить. Это все требует времени. И поэтому я всегда говорю, что это время никогда не приходит просто так. Это время, которое ты тратишь на свое здоровье, оно приходит с главным лозунгом боль дисциплины или боль сожаления. Если вы будете продолжать жить так, как вы жили, ваша щитовидка продолжит деструктивно разрушаться и вы будете с раком или вы будете с гипертириозом или пожизненно на аутоиммунной какой-то терапии или вы будете на тероксине с постепенным повышением и что в свою очередь будет когнитивные ваши функции понижать и это еще и деменцию приближает. Поэтому болью дисциплины вы оплодите качественное отношение к своему телу и улучшение всех функций в этом теле. И соответственно щитовидка тоже будет восстанавливаться. Но вам нужно нормально есть, вам нужно быть активным, вам нужно чистить печень, восстанавливать почки, вам нужно уходить из преддиабета, с метаболистического синдрома. Все это требует изменений. Эти изменения, ребята, сложно в вашей жизни закрепить, потому что проще просто чпок таблеточку и на сегодня мы забыли, понимаете? Но оно все остальное тикает. А то, что я прошу вас сделать, это сложно, долго, больно, тяжело, но вы не умрете раньше на 30 лет от рака. Вы будете жить эти годы намного продуктивнее и вы не потеряете карьеру и вы не влетите в деменцию, вы не будете зобом и у вас не будет аутоиммунки. Это сложно. Есть, пить, контролировать тело и восстанавливать все процессы естественным путем. Присоединяйтесь, подписывайтесь обязательно, комментируйте, чтобы не пропустить все остальные дальше ролики, которые вам жизнь спасут. Для тех, кто к нам идет 15 сентября на старт нового сезона ПГ-марафона, где я уже буду лично консультировать, а вопросов по поводу личных консультаций тысячи, прошу, ребята. Вас 4 миллиона человек меня смотрит в месяц. Я могу взять только 50 человек на персональное ведение консультации в рамках нашего курса ПГ-марафон, который стартует ближайше 15 сентября. Если вы нас смотрите в любое другое время и видео не вживую вы смотрите, а в записи, всегда смотрите и заходите на канал и смотрите самый свежий ролик и под ним в описании старт, когда самая ближайшая дата. Вот я вам показываю мой ролик, который сейчас идет. Под этим видео вы раскликиваете описание и вот здесь у вас инструкции. Сейчас здесь написано старт 15 сентября. Если вы нас смотрите в какое-то другое время, на самый свежий ролик заходите, если эта дата уже не актуальна. Здесь все, что входит в наш оздоровительный курс. Еще раз. Вас 4 миллиона. Я могу взять 50 человек на личное ведение в мою группу, которая идет 3 недели, где я по-настоящему разберу анализы и консультирую, и веду, и делаю толк. Не просто часовая консультация, за которую вы ни черта не запомните. 3 недели здоровья, ребята. Сюда эта тема актуальна. Бегом сюда в описание или в Инстаграм в самый первый пост, ребята, где инструкции, как нам присоединиться на ближайший сезон всегда закреплены. Значит, сегодня мы закрыли актуальный 79 сезон, сбросили просто огромное количество килограмм, 378 лишних килограмм мы сбросили с ребятами за последние 3 недели. Очень укрепили, конечно же, здоровье. И с сегодняшнего дня у меня начинается открытая активная регистрация на через неделю стартующий сезон Бегомарафона 15 сентября. Бегом регистрируйтесь, я беру ваши вопросы, ребята. И еще раз, если вы не можете к нам присоединиться по те или иным причинам, мы это все прекрасно понимаем, тем более вас еще раз. 4 миллиона, я могу лично помочь в 50. Вы смотрите эти видео, запоминаете, инвестируете уже сегодня. Других форматов не существует, только ваша самостоятельная работа, потому что, в противном случае, вы будете на вашего врача уповать, который вас будет лечить иероксином, и дальше у вас будет удаленная щитовидка. И дальше все эти понаклонные истории, вы можете эту ситуацию взять под свое ведение, под свой контроль. Прошу вас, пожалуйста, контролируйте. Ходьба по прямой дороге быстрым интенсивным шагом. Какой вид нагрузки вы делаете? Это зона 1 кардио, это самая слабая низкая интенсивность. Зона 2 кардио, это вот угол, скорость 5, угол 5, 60 минут, когда пульс 120. Вы, когда просто ходите, у вас пульс 90. Да, вы тратите калории, но вы их будете тратить минимальное количество. Значит, спасибо большущее. Значит, извиняюсь, сижу на рыбалке, значит, забыла наушники, весь берег слушает. Спасибо большое. Всем хорошего, удачного улова. Я тысячекратно извиняюсь, что я распугиваю вам рыбу, но при этом я привлекаю ваше здоровье, понимаете? Всячески стараемся делать все, что мы можем для того, чтобы сохранить, понимаете? Я надеюсь, ваша рыбалка проходит за восстановлением психоэмоционального здоровья и за, да, таким вот, скажем, азартным форматом, да, вот добытчик, как рыбалка, это замечательно, прекрасно. Прошу вас, без алкоголя, если вы едите, то вы едите мясо, салаты, рыбу, в этом случае, да, там пожаренную или уху какую-то, ну, прошу вас. Видя такое количество проблем, тысячи пациентов, которые со всего мира приходят, огромное количество вопросов, которые можно было бы предотвратить. Значит, поехали дальше. Значит, понизился ТТГ. Благодаря вашим советам, теперь Т3 в норме, значит, врач запрещает йод. Значит, смотрите, Т4 и Т3, если в норме, то тогда ТТГ у вас, опа, и понизится, потому что вам не нужно больше. Если у вас, еще раз, Т3 в норме, это нормально, 4 до единицы, все, можете убрать дальше ваш йод, больше он вам не нужен. Рыбалка, причин трески, где заказать хороший? Я не знаю, где вы находитесь регионально, но обычно мы заказываем на Хербе. Кто-то заказывает норвежский, кто-то заказывает исландский, кто-то заказывает канадский. Жир печени трески, только не путать с консервами. Спасибо, большущие. Значит, так, спускаемся вниз в чат. Значит, опасен ли коллоидный фолликул размером 3 миллиметра в щитовидке при нормальных Т3-Т4? Он будет увеличиваться, и только аутофагия поможет вам фолликул взять под контроль. Только аутофагия, о которой я говорю регулярно, и вот этот ролик, еще раз, любые доброкачественные, не угрожающие, то есть, не вменуемо сейчас, не раковые, не злокачественные, а любые доброкачественные, они в любой момент могут стать злокачественными. А во-вторых, задача не иметь вот этих вот, скажем, на вас ненужных клеточных образований. Пожалуйста, в Ютубе, опять же, написали Алексей Ворон, как работает периодическое голодание. Смотрите это видео, это ваша инструкция, номер один. Здесь аутофагия, и все, что о ней, о гармонии роста, он вам очень будет. Кстати, прошу вас, пожалуйста, используйте эти инструменты. Так, берем, ребята, пожалуйста, пальцем наверх и подписываемся. Очень важная тема, очень важная работа. Какие таблетки для печени хорошие? Смотрите, в первую очередь, вы должны убрать привычки, которые вашу печень уже привели в состояние, где вы задумываетесь о том, что, ну, наверное, нужно было бы позаниматься, да? То есть, вы не остановите бронежилетом, летящий вам в грудь снаряд из танка. Понимаете, какая штука? Но, вы можете бронежилетом остановить мелкокалиберный какой-то патрон, который летит вам в грудь, и не померяйтесь за него. Вот ваша расторопша, это ваш бронежилет. Расторопша пятнистая, да? Которая помогает и защищает, работает как гипотопротектор. Значит, расторопша, это он же сельмарин, он же милк тисл, это абсолютно естественная, натуральная добавка, травяная, которая защищает вашу печень. Вот это ваш бронежилет, да? Это очень важно, который защищает вас от, и помогает вам, да, при жизни, токсические какие-то все воздействия, то есть печень сама по себе постоянно нуждается в поддержке. Но, ваш алкоголь или продукты с высокой гликемией, у которых гликемический индекс там выше 60, или там жареная картошка вместе с макаронами и прочими, еще раз, это выстрелы с танка в грудь, в упор. И здесь никакой бронежилет тебе не поможет, тебе просто не станет, ты превратишься в пыль, да? И вот история с вашей расторопшей, да, она поможет, но вы должны со своей стороны убрать вот эти вот факторы, которые приравниваются к выстрелу, блин, из танка в грудь, понимаете? Значит, жильбер, слышала, что нельзя расторопшую пыль, я не знаю, от кого вы это слышите, при жильбере у вас повышается билирубин, у нас много ребят с жильбером, желтеющие склеры, желтеющие ладони, желтеющие ступни, значит, накапливающийся билирубин, вы как раз, в принципе, делайте одним из своих самых любимых напитков, утром и днем натриевые воды, а лучше ромашковый чай, который помогает вам билирубин это тормозить, и расторопшего утром и днем, по несколько даже раз, и вот ребята, представьте себе, к нам приходят ребята, у которых настолько запущены в жильбере, что склеры вообще не прекращают быть желтыми, или прекращают, но если человек к середине дня не поест, они сжелтеют у него, то есть мы при помощи ромашкового чая, расторопший, и каждые 2 часа вы можете брать МСТ масло, которое занимает и помогает вашей печени очень хорошо, то есть вот эта вот история с разгрузкой печенки, вот эти все процессы, они настолько благостны, и вам еще раз, ваш речащий врач, у него есть стандартный один протокол, ешьте как можно чаще, чтобы ваш билирубин не уходил в космос, других форматов просто не существует, и когда им предложишь какие-то другие, они на тебя смотрят, как барана на вырута, из области, а что так можно было, понимаете, и мы за буквально 2 недели понижаем этот билирубин, так что люди не только начинают пропускать завтрак и восстанавливать метаболический синдром, а делают даже 48 часов голода, и прекрасно себя чувствуют, так, расторопший ребенку, для чего, то есть если у вас молодой организм, да, ребенок у вас, ну как бы, есть разные ситуации с детьми, есть ситуации, вы знаете, полные дети, полные дети, закормленные от большой любви, конечно же, да, родителями, когда покупаются шоколадки, покупаются разного рода твиксы, сникерсы, покупаются, вы знаете, кстати, один из худших продуктов вообще на планете, один из худших продуктов на планете, из существующих, ребята, это скиттлс, один из худших продуктов на планете, из существующих, это скиттлс, представляете, дети же их обожают, значит, но этот скиттлс, он уничтожает просто печень, если у вас ребенок, да, как бы, имеет неалкоголическую жировую печень, да, конечно, расторопший ему поможет, по 250 будет достаточно, но коррекция питания должна быть, в первую очередь, контроль еды, что и когда естся, это задача родителя, да, в школе, в садике, понятное дело, вы не контролируете, там будут супы, там будет картошка, там будет всякая другая вот эта вот чепуха, пускай оно там будет, не нужно туда залазить, заморачиваться, то есть мои дети, вот школы, садики, ясли, все, они там едят, все, что им дают в столовой, которое считается, типа, нормальным питанием, конечно же, это не самое нормальное питание, но все равно лучше, чем скиттлс и чипсы, это понятно, вообще тотальное дно, но 90% еды у детей, оно должно быть качественно, которое вы осознанно даете этому ребенку, и вкусно должно быть при этом, при всем, понятное дело, у тебя ребенок есть, просто, ну как, голодный ребенок ест, да, и вот у меня дети ненавидят этот лосось, но Даша, например, когда его готовит, я его не ем, я не люблю, не потому что Даша его готовит, потому что я в принципе рыбу не люблю, я заменяю там жиром печень трески, и они рыбу не едят, я говорю, хорошо, возьмите там жир печень трески, кто захочет, хорошо, но если, например, у нас есть одно блюдо на вечер, да, мы там приготовили, ну, возьмем, я не знаю, что там последнее я готовил, а, я же готовил в последнее время божественно полезнейшую, ну, назвать это буррито шаурмой, как бы сложно, но как бы формат такой, маскарпоне, вареная курица, лук, значит, огурчик, сыр, все это дело можно, если вы себе позволяете больше углеводов, в лепешке, если вы себе не позволяете лишних углеводов, то запечь такой открытый буррито, мы его называем, да, и вот это вот такая вот курина мясная, типа вот запеканка, если я эту запеканку положить в ваш завернутый, значит, там, лаваш или в какую-то историю, это получится здоровая шаурма, там, без картошки и без лишних ингредиентов, но поскольку мы дома не берем вот эти вот мучные все изделия, то я запекаю просто такая формочка, и вот получается маскарпоне, курица, лук, значит, квашеный огурчик, и твердый сыр, моцарелла, да, боже, как вкусно, это просто нереально вообще абсолютно, и вот утром отказался старший сын, перед сегодня у него там был по футболу матч, значит, он такой, не, не хочу, типа, ну, не захотелось ему с утра, никто, никого, ничего не заставляет, после матча пришел, смял просто всю эту противень начисто вообще, и кричал, боже, как же вкусно, понимаете, голодный ребенок ест, если у вас ребенок с утра ел, и в обед ел шоколад, а вечером вы пытаетесь удивить кусочком мяса, то, ну, вы никого не, ну, где, если у него буря вкуса, только что от того, что он сожрал там милку, понимаете, 100 грамм, то дальше вы его своим ПП форматом, как бы, никуда не удивите, значит, от скольки лет можно детям расторопшить для профилактики, не нужно никакой профилактики, вам не нужна профилактика, это точно так же, как для профилактики детям носить с собой презерватив, зачем? Презерватив вы носите с собой, потому что вы взрослые люди, и вы не понимаете, не знаете, да, ай да что-то где-то там, понимаете, ну, если вы, опять же, в поиске этих всех событий, будет точно так же ребенку, оно ему не нужно, если у ребенка есть 10 лишних килограмм, то да, нужно питание, и там расторопшим можно, так, значит, поехали дальше, новичку в тренажерном зале, что посоветуете, сплит или фуллбоди, значит, смотрите, какая штука, для тех, кто не понимает, сплит, это когда вы выбираете один день, у вас одна группа мышц, фуллбоди, это когда вы делаете тренировки на все тело, значит, смотрите, какая штука, есть такая поговорка, да, у, значит, у американских морских котиков, значит, да, элитное там спецподразделение, как съесть слона, ответ один, one bite at a time, один укус за раз, миллион раз, и ты съешь слона, как прочитать книгу, как прочитать книгу, вот у меня здесь там, 150 книг в моей библиотеке, за моей спиной, да, как прочитать книгу, собственно, одна строчка, за раз, прочитал эту строчку, потом другую строчку, потом третью строчку, прочитаешь главу, прервешься, прочитаешь потом еще одну главу, как тренировать свое тело, да, то есть, ты не пытаешься сесть и за раз прочитать, например, да, 500 страниц анатомии человека, или ты не садишься и не пытаешься за раз прочитать, там, 800 страниц эндокринологии, ты, как бы, пытаешься вникнуть в тему, понять, и максимально качественно, да, как бы уложить у себя в голове, вот именно этот отдельный кусочек, если тебе нужно сожрать слона, то ты не пытаешься съесть его за раз, когда вы идете в зал, или вы тренируетесь, да, вот, вот вы спрашиваете, фуллбоди, фуллбоди, это тренировка, вот съесть слона за раз или прочитать книгу на 800 страниц за раз, это бред, то есть, ну, что вы сделаете за раз, вот у вас есть час один в зале, да, или 45 минут, вы приходите, вы не занимаетесь херней на телефоне, вы берете и качественно, качественно, составленную вашу тренировку, которая не нуждается там, ну, два-три упражнения, вам не нужно больше, реально, все очень просто, просто вы должны выложиться в этих двух-трех упражнениях, и там будет там от трех до пяти подходов в каждом из них, и вот вы приходите, у вас сегодня день груди, мой день груди, из чего состоит, я пришел, я вам только выкладывал, да, вот, вот последнюю тренировку, которая была вчера вечером, я пришел, у меня нет особо ни времени, ни желания, ничего, у меня есть 35 минут, но я знаю, что за 35 минут я могу сделать хорошо, пять подходов по десять повторений, жим гантелей по пятьдесят, понятно, у вас не будет там, например, пятьдесят, вам будет меньше, ну, ну, хорошо, по пятнадцать, да, и дальше, пять подходов, да, жим гантелей, по-настоящему только вы их делаете, не просто сопли размазываете, там, наматываете на кулак, идете в смит, и жмете в смите раза три-четыре, да, там, подхода, или потом на брусьях добиваете, все, 35-40 минут, и все, о каком фуллбаде вообще идет речь, то есть дальше отдельно у вас там через день, например, тренировка, а дальше идет ноги, потом дальше через день плечи, потом идет через день спина, да, и вот так вы прорабатываете по-немногу, по-чуть-чуть, по принципу одна глава за один подход, ваше тело и даете дальше во сне, с нормальной едой восстановиться вашему организму, если вы будете пытаться за всю тренировку проработать все тело, это херня, это получается, вы пытаетесь типа, чтобы было для всего и хорошо, но толком ни для кого, ни для чего, вы толком не стараетесь, получается фигня полная, вы пришли, потренировались, на определенную группу мышц, и да, сплит это мощный инструмент, дальше к которому ваше тело адаптируется, у меня четырехдневный сплит, так и есть, грудь, только они у меня идут подряд, грудь, сразу вслед за ним плечи, сразу вслед за ним спина, сразу вслед за ним ноги, ну или я их меняю местами, день, даже я паузы не делаю, и начиная самую старую тренировку, которая была до этого, и вот так постоянно, максимум один раз в неделю, это я делаю перерыв, все, если у вас нормальный сон, и кусок мяса, ваше тело будет успевать восстанавливаться, витаю, Алексей, я вас витаю, вообще, дякую, значит, инсулинт резистент, значит, после стакана воды, с сахаром, да, замерим, значит, давайте яка штука, значит, видел тоже это видео, инсулинт резистент, это прекрасный канал, мужчина, который делает разные эксперименты на себе, и проверяет уровень глюкозы, и так оно и есть, он взял, значит, небольшое, ну как, относительно небольшое количество сахара, но на количество мышц, которые в вашем организме есть, это количество сахара, как бы, окей, он его растворил в воде, и, я сейчас даже вам найду это видео, да, значит, и мы его вместе с вами посмотрим, и вот здесь очень важно, смотрите, я вам расскажу, как это все произошло, инсулинт резистент 1, значит, и мы будем сейчас смотреть на sugar water, значит, вода с сахаром, он растворил в сахаре, просто, господи, в воде сахар, и выпил ее, сейчас посмотрим, если у нас есть шорцы, да, вот они, господи, я вам всех, всех прошу, подписывайтесь на его канал, очень наглядно, о, смотрите, очень наглядно он демонстрирует все, значит, что мы берем, мы берем 39 грамм сахара, мы растворяем его в воде, что должно быть экстремально мерзотно, значит, он об этом тоже сам говорит, и вот он его выпивает залпом до дна, будучи инсулиной, ну, диабетиком, фу, мерзость, я согласен с тобой, да, 40 грамм сахара, 40 грамм сахара, и вот он пошел дальше ходить пешком, и дальше он смотрит, да, в течение часа он ходил пешком, или там, какого-то промежутка времени, этого будет достаточно часа, и дальше мы смотрим на монитор глюкозы, который на рюкке у него прилеплен, мы смотрим, что произошло с глюкозой, видите, был самый небольшой подъем, то есть буквально вот там, как бы negligible, как называется, никакого всплеска особого глюкозы не было после чистого стакана сахара, господи, стакана воды и сахара, он взял 39 грамм сахара, если вы пересчитаете, по количеству энергии, получается так, калькулятор мы с вами откроем, калькулятор, у вас 1 грамм сахара, это 4 калории, то есть 39 умножить на 4, вы получите 156 калорий, ну это фигня, то есть, ну как, с одной стороны, это как бы не фигня, но это всего 156 калорий, понимаете, значит, мы сейчас откроем, calories in 1 грамм, ой, боже, у меня на чешском, боже, ребята, у меня такое количество этих языков здесь стоит, сейчас, calories in 1 грамм of sugar, значит, смотрите, вот, для простоты понимания, 4 калории в 1 грамме сахара, потому что 1 грамм сахара, это 50% фруктозы, 50% глюкозы, и это чистой воды, единица такая, да, в 1 грамме углеводов, 4 калории, а сахар, это чистые углеводы, то есть, у вас 39 грамм чистых углеводов, то, соответственно, вы получаете, ну, грубо говоря, 160 калорий, 160 калорий для ваших мышц, квадрицепсов, бицепсов, но когда вы ходите, это вообще ничто, то есть, смотрите, какая штука, почему я вас всех прошу делать зону 2 кардио на пустой желудок, когда вы на дорожке, угол 5, скорость 5, вы фигачите пешочечком, и на 20 минуту у вас непосредственно жиросжигание, если вы поедите перед кардио, перед вашим, вы не будете сжигать жир из ваших жировых депо, вы будете сжигать калории из пищи непосредственно, и вот в этом случае, вот он выпил всего 40 грамм сахара, ну как всего 40, 40, но это всего 150 калорий, 160 калорий, а вы представьте, вот он весит сколько там, 200 паундов, 90 килограмм, вот я если встану просто, я вешу 90 килограмм, я встану, у меня квадрицепсы на ногах, когда я иду, кор, все работает, и я потребляю вот эти там, хорошо, даже 300 калорий сахара, если я возьму, я начну интенсивно выполнять какую-то нагрузку, то у меня тело предпочтет эти калории, естественно, жир не будет сжигаться никакой, но у меня тело предпочтет эти калории, использовать, никакой красок инсулин связал, и вот это самая, да, действенная история, инсулин их связал, и мышцы им говорят, мы готовы их принять, то есть самое херовое, что может быть, это съесть что-то углеводистое, лечь спать, когда потребителей фактически нет, мышцы, они ничего не хотят от тебя, в плане энергии, и у тебя потребителей нет, и у тебя вся часть съеденной энергии пойдет в жир, понимаете, а в этом случае, когда ты съедаешь что-то углеводистое, и ты действуешь дальше активно, активничаешь, то это часть энергии потратит на активность, и если так получилось, чтобы нажрались картошки с мясом, и заели бутербродом с медом, медом или с сгущенкой, самое, что вы можете сделать лучше, это не бежать, но максимальную какую-то тратить энергии, трату энергии какую-то давать, идти пешком, плавать, тратить, тратить, еще раз тратить каким-то форматом вашу энергию, чтобы большая часть не пошла в сало и в жир, это вот вам такой в миниатюре пример, понятное дело, если вы съедите кастрюлю жареной картошки, и заедите бутербродом с маслом и с медом, вы получите 1200 калорий, вы их в принципе не можете, смотрите, у вас такая история, вы можете потратить 400-500 калорий в час, ну то, что вы можете выдержать, если бы вы были как кипчоги, бегун, который там тратит невменяемое количество калорий в час, ну вы не кипчоги, и вы там не Юсейн Болт, и вы не Майкл Фелпс, а я вместе с вами не Брайан Шо, так вот фишка в том, что нормальный обычный человек, 400-500 калорий в состоянии потратить на активность, во время активности, которую он может поддерживать какое-то время, мы не говорим бежать спринтом, мы говорим, что вы можете бежать со скоростью 6-7 км в час, по чуть-чуть, понемножку, или идти достаточно интенсивно в какую-то горку, или заниматься интенсивно спортом, или плыть относительно медленно, то есть ваш расходник, который вы сможете поддержать, это где-то 500 калорий в час, все, что выше пойдет в сало, вот он взял там 150 этих калорий, и прошелся час, за час он потратил пешком 300-400 калорий, даже в дефиците, это не значит, что нужно это делать все время, это значит, что вы можете сожрать конфетку киев-вечерний, и пойти час ходить пешком, и вы тогда поймете, насколько тебе это, ну, невыгодно, да, то есть ты сожрал пару конфеток киев-вечерний, и тебе два часа ходить пешком, и ты каждый раз, когда ешь конфетки, да, ты как бы, ну, мимо вообще, у тебя не будет истории, когда ты каждый раз, да, съедаешь сладость, и потом ты каждый раз будешь ходить, и тратить эту энергию, а если на улице дождь, если на улице темно, а если на улице холодно, если на улице тебе некомфортно, да, и у тебя есть очень сильное желание отожрать, например, печенье с мурципаном, как у меня раньше было из Лидла, это ж фантастика, в одной пачке печенья с мурципаном 1400 калорий, а я могу съесть эту пачку вот так, это ж что мне, до утра ходить, или в ледяной воде пытаться плыть, это невозможно, это нереалистично абсолютно, то есть формат, который, да, там, небольшое количество калорий, и активность, ну, окей, хорошо, вы видите, как оно расходуется, но из области, я сейчас отожру на биг тейсте меню, и дальше постараюсь их потратить, там 400, 1400 калорий, вы их жизни не потратите, часть из них по-любому пойдет в сало, ну, если вы побежите марафон, то вы как раз за марафон потратите примерно стоимость вашего биг тейсти, значит, с марципаном скажите, тема вообще, да, с кофе с маслом перед пробежкой, ну, вам не нужно масло перед пробежкой, перед пробежкой вы можете взять, жир печени трески, можно даже не его, можно глютамин, креатин взять, и D3, вот это вы можете брать перед пробежкой, это лучше, мои чемпионы, пальцами наверх, я жду вас у меня в ПГ-марафоне, где уже лично вас буду консультировать, 15 сентября мы стартуем, присоединяйтесь, и вас 4 миллиона нас смотрит человек каждый месяц, пожалуйста, дальше вы смотрите ролик, который вам спасет жизнь, отправляете его близким, родственникам, или сами смотрите, называется Алексей Ворон, как работает интервальное голодание, это ваше оружие номер один, по инвестиции в ваше здоровье, мои чемпионы, всем самого мощного, крепкого дня, я как всегда беру мою главную абсолютно инструментарию, ребята, терпите боль дисциплины, чтобы потом не терпеть боль сожаления, это ваше главное оружие, номер один каждый день, которое спасет вас, застрахует вас, и проинвестирует ваше будущее, боль дисциплина или боль сожаления, чемпионы мои, всем крепкого здоровья, и до завтра, искренне вами горжусь, и благодарен за ваше доверие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok